С 12 мая в Латвии целый ряд ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайно-эпидемиологической ситуации, будет ослаблен. Так, с сегодняшнего дня разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек. Можно проводить пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия. Только в этом случае организаторы обязаны обеспечить дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции. Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать, не выходя из легкового автомобиля. Культурные и развлекательные заведения могут начинать работу не ранее с 7 часов утра и заканчивать не позднее 24 часов. После 12 мая смогут возобновить работу музеи, библиотеки, национальный архив и частные культурные учреждения. Международные пассажирские перевозки все еще под запретом, исключение страны Балтии. В этой связи разрешены и туристические услуги для поездок в Литву и Эстонию. И по возвращению домой из этих стран двухнедельная самоизоляция станет необязательной. Спортзалы и фитнес-клубы также могут возобновить работу, если они готовы выполнить ряд требований. В групповых тренировках должны участвовать до 25 человек вместе с тренером. Время тренировки в закрытом помещении не может превышать 3 часов, а для занятий на открытом воздухе лимит не установлен. Дети младше 7 лет участвовать в спортивных занятиях не могут. Согласно решению правительства, с 12 мая отменен запрет и на работу торговых центров в выходные и праздничные дни. При этом сохраняются меры предосторожности. Правило двух метров сохраняется в местах общепита. Как и раньше, за одним столиком может находиться максимум два человека, исключение члена одной семьи. В местах общественного питания сохраняется еще одно правило – один посетитель на 4 квадратных метра. Обращаем ваше внимание, с 12 мая в общественном транспорте, в том числе и городском, можно находиться только в защитной маске. Ее заменой может стать шарф или платок, которые должны закрывать рот и нос пассажира. В противном случае у водителя автобуса или кондуктора есть полное право не пустить пассажира в салон общественного транспорта. То же самое касается и трамвая. Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена 12 марта. В связи со снижением распространения нового коронавируса правительство решило ослабить ограничительные меры.